и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами обсудим две темы первая тема это избирательная слепота российских властей при этом озвучивая данную тему мы поговорим как ни странно о миде россии и о таких странах как польша и чехословакия прошу прощения и армения а если быть точнее мы поговорим о столице чехословакии и о городе в армении имеется ввиду юмри вторая я же тема которую мы озвучим в данном видео это мы поговорим с вами о двух личностях это бывший так называемый мэр москвы лужков и такая личность как затулин да дорогие друзья но в отношении затулина единственное чтобы вас немножко заинтриговать хочу сказать что последнее время не все так однозначно как было еще не столь давно ну что ж теперь давайте приступим и начнем мы как я уже заявил с первой темой то есть избирательная слепота даже не российской власти а российского мида для того чтобы как-то осветить данную тему я должен ознакомить вас со статьей которая сподвигла меня записать видео на данную тему вот эта статья не переезжаем как посольство россии сменила адрес в праге да дорогие друзья российское посольство находящиеся чехословакии сменила адрес своего местонахождения с чем же был связан данный своеобразный шаг причина проста чехословацкие власти решили переименовать улицу на которой находилась посольство россии и назвать эту улицу в честь такой личности как немцов понятно что такие личности либерального толка всегда бывают крайне сложными крайне противоречивыми но уж точно не являлись нацистами не так ли о чем это я о том что в россии россия у услышала и прореагировала на переименование улице в праге а в армении уже на протяжении многих лет российское консульство в дюмри находится на улице которая названа в честь гарри геннжд нацистского преступника то есть в одном случае мид россии прореагировал на изменение названия улицы тем более улицу переименовали не в честь нацистского преступника и врага россии в целом а в армении спокойно существует консульство россии на улице которая названа в честь врага россии и российского народа избирательная слепота не находите в связи с этим у меня возникает вопрос к министру лаврову и к его своеобразной на глашатайке захаровой тем более захарова уж точно не принадлежит именно к армянскому как вам эта картинка также этот вопрос я бы хотел адресовать премьер-министру россии к президенту россии неужели вы не видите как во все используете двойные стандарты в которых любите обвинять другие страны и знаете в связи с этим и в связи с тем что в скором времени мы будем праздновать великий день победы я представил очень страшную картинку ведь это консульство находящиеся в гимри перед праздниками которые будут посвящены празднованию дню победы будут подписывать многочисленные документы протоколы и так далее что они будут указывать в документах так связанных с днем победы в отношении адреса своего местонахождения улица горегина нжд это все равно что ставить свастику не так ли на документе о дне победы такое у меня складывается мнение ссылку на статью сию я обязательно оставлю под данным видео в отношении того что произошло в чехословакии но давайте перейдемте к следующей теме да дорогие друзья следующая тема не менее интересная мы поговорим с вами о лужкове и по неволе заговорим о затулине лужков во время его пребывания на посту мэра москвы был окружен многочисленными представителями армянства что касается его замов одним из его замов являлся как раз таки затулин да был такой момент видимо в этот тот самый момент затулин и в особенности подхватил вот эту заразу никогда он родился на юге россии а именно когда он находился уже на территории москвы тем более как вы видите другом лужкова был и кочарян то есть затулин мог вполне встречаться с кочаряном и приобрести друга в лице кочаряна не так ли но делала не в этом делала не в этом дорогие мои зрители в отношении лужкова опять таки я не могу сказать однозначно что он был полностью проармянским потому что с одной стороны его кружа многочисленная свита состоящие из армянства с другой стороны мы прекрасно знаем его можно сказать больше чем дружеские отношения с главой черкизона как бы к нему мы бы не относились но это был азербайджанец на мой взгляд вот эта дружба с главой черкизона именно вернее то что лужков разрешал главе черкизона расширяться свидетельствует о том что хозяин черкизона являлся своеобразным противовесом то есть лужков играл на противовесах между армянством в чиновничьем аппарате и главой непосредственно если так говорить самой территории москвы в лице азербайджанца хозяина черкизона то есть своеобразно уравновешивались весы такое у меня сложилось мнение но давайте пойдемте дальше и перейдемте с вами крича о самом затуле не кстати о лужкове я представлю вашему вниманию сразу две статьи одна вышла как вы видите на градоторе другая вышла на сайте уже про армянском сайте россия-армения . инфо ну а теперь уже точно перейдемте к затулину для того чтобы перейти к затулину я должен ознакомить и вас видео обращением которое было записано не столь давно на котором затулин обращается к своим избирателям сочинцам белореченцам и обширонцам что же меня здесь заинтересовало меня заинтересовало прежде всего то как данная личность заступается и рука плещет с одной стороны главе краснодарского края губернатору краснодарского края против которого в общем то с пеной урта сейчас можно сказать выступает все армянство мечтая его снять с должности я так думаю что данное заступничество которое исходит от затулина в отношении данного губернатора крайне негативно скажется на отношение армянство к данному в кавычках политику если учесть к тому же что и россияне они крайне негативно относятся к затулину то будущность будущее затулина ставится под особый вопрос под глобальный вопрос посмотрите что пишут люди в качестве комментариев под данным заявлением затулина в испанию не пускают делать нечего вспомнил об избирателях давай до свидания в свою испанию роль заботы о сочинцах вам не идет не верю дальше совет смотрите внимательно почистите пасть блендометом с флористатом а после обработки вставьте тампокс и себе тоже интересно еще переименуйте свой канал сочи все 24 часа лежит одно место фашистской власти и власов и власовцам подобных дальше говорить не буду что здесь написано вы сами можете прочитать дальше за тулин жил бы в сочи а не в москве толку было бы больше обширон сам не помогаешь с мусором до сих пор не разобрался не вижу пользы от тебя хорошо жить где-то далеко от своих избирателей и вещать по тв сочи хорошо и красиво говоришь и не более того толку ноль вот еще прочтемте что удаляете не нравятся правдивые комментарии об этом сами прочтите что пишут люди дальше кто и зачем за него голосовал какой от него толк он целыми днями тусуется на пропагандистском телешоу и обратите внимание опять таки массово удалялись комментарии об этом пишут люди интересно то есть в скором времени у затулина не будет шансов не положиться ни на армянство ни на россиян да и с калашниковым со своим в общем то начальником отношения не ахти получается что карта бита или же придется обращаться к столь ненавистным ему затулину азербайджанцам только помогать ему никто не будет на этом я пожалуй закончу данное видео напоследок хочется пожелать крепкого здоровья и несмотря на то что коронавирус бушует не подцепить эту гадость и стараться все таки находить место для улыбки хотя улыбаться нечему пока этот коронавирус не закончит свою черную деятельность что же еще хочется сказать те кто из вас не подписаны на мой канал подписывайтесь те кто подписаны проверяйте подписку ставьте лайки дизлайки пишите комментарии нажимайте на колокольчик чтобы получать оповещение о новых видео делитесь ссылками на мои видео в соцсетях приглашайте друзей ну а я постараюсь чтобы мои видео были еще интересней всем до свидания